Здравствуйте! Я рад вас приветствовать на информационном видеопортале для разработчиков ITVDN. Тема сегодняшнего урока у нас будет безопасность. В этом уроке мы с вами поговорим о безопасности веб-приложений. Какие у нас будут затронуты темы в этом уроке? Это межсайтовый скриптинг – XSS-атака, межсайтовая поделка запроса – CSRF-атака, также SQL-инъекция и SSL-HTTPS-протоколы. Давайте перейдем к межсайтовому скриптингу. Межсайтовый скриптинг – это тип атаки на веб-системы, заключающийся во внедрении в выдаваемую веб-системой страницу вредоносного кода. Специфика подобных атак заключается в том, что вредоносный код может использовать авторизацию пользователя в веб-системе для получения к ней расширенного доступа или для получения авторизационных данных пользователя. Вредоносный код может быть вставлен в страницу как через уязвимость в веб-сервере, так и через уязвимость на компьютере пользователя. Давайте зайдем в наш редактор и посмотрим, в чем заключается эта уязвимость. Мы не создавали для этого урока отдельного приложения, мы будем пользоваться нашим последним приложением – это LessonAids. И посмотрим на такой код. При GET-запросе на главную страницу мы будем вызывать класс отображения MainView как View. Давайте себе напомним, как это у нас происходит. Это происходит при переходе по URL-адресу LessonAids. Мы подключим LessonAids.URL. И затем здесь, при попадании на главную страницу, мы будем вызывать класс представления MainView. Давайте зайдем во Views и посмотрим на наш MainView. Здесь мы с вами в GET-запросе, то есть в метод GET, в контекст, который мы будем передавать в наш шаблон, по ключу скрипт положим значение alert пятерки. Давайте посмотрим, куда же будет вставляться данная переменная скрипт, ключ скрипт. А будем мы смотреть в Vyax.html, который мы указали в template name. Давайте зайдем в Vyax.html и посмотрим, как у нас будет выглядеть данная атака. Между открывающимся и закрывающимся тегом скрипт мы вставим переменную скрипт. Выполнится JavaScript код. Давайте на это посмотрим. Зайдем в нашу консоль, запустим сервер с помощью команды run server, зайдем в браузер и перейдем по адресу localhost8000 lesson aids. И как увидели, мы выполнили JavaScript код, хотя явно он у нас не задан. Явного выполнения JavaScript кода у нас нет. Давайте посмотрим, что у нас выполнилось. У нас отобразился переменная скрипт, который мы передали с нашего Vyax в шаблон. Переменная скрипт содержит в себе вызов функции alert. Это базовый функционал, который имеет каждый браузер. Здесь может быть любой вредоносный код, который, возможно, злоумышленник попытается вставить в нашу веб-страницу. Поэтому такой способ передавания JavaScript кода считается плохим тоном. И это может призвести к уязвимости на нашем веб-портале. Давайте посмотрим, обновим страничку еще раз. И пока у нас не выполнится сценарий JavaScript, то есть пока я не нажму кнопку «Ок», у нас страница будет грузиться. И никакие элементы дом-дерева не будут отображены. Как только я нажму кнопку «Ок», HTML-документ прогрузится. Давайте посмотрим, как браузер интерпретировал данный код. Мы увидели, что в тег «Скрипт» выполнился JavaScript код, то есть тот код, который мы передали шаблону. Также, чтобы обезопасить свое приложение от XSS-атак, не стоит хранить скрипт в открытом виде, то есть чтобы его видел всегда пользователь в HTML-документе. То есть если он зайдет в инспектор нашего документа, то он видит все стили, которые мы применяем, все скрипты, которые у нас отрабатывают, все AJAX-запросы. AJAX-запрос считается самым уязвимым местом, так как можно запросто поделать его данные, которые отправляются на сервер. Чтобы этого избежать, давайте с вами немножко изменим нашу структуру проекта. Начнем с того, что все CSS-файлы, JavaScript-файлы и все картинки должны находиться в одной папке. Это так называемые статические данные нашего сайта. Поэтому давайте создадим специальную папку «Static», которую положим в корень проекта в Courses Django на одном уровне вложенности с ManagePy. И назовем ее «Static». Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране и получите скидку 15% на все курсы ITVDN. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!